Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И, как всегда, мы говорим о самых важных событиях, которыми интересуетесь прежде всего вы, наши телезрители. А есть события, которыми интересуются не только жители конкретного региона, например, городского округа Люберцы, но и всей страны. В этом году, в 2019-м, отмечается год театра в Российской Федерации. По этому поводу мы решили сегодня поговорить с актером Центрального академического театра Российской Армии Александром Аргасом. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Ну, понятно, что уже осень на дворе. Судя по всему, год театра был объявлен еще в начале. Как проходил ваш год театра вот до этого периода? Ну, в нашем театре было очень много премьер, постановок. На самом деле, надо понимать, что каждый год должен быть годом театра для актеров. Потому что если не выпускается чего-то нового, если человек не обновляется, не знакомится с новыми режиссерами, то, конечно, происходит застой, а застой всегда стагнация и откат назад. А это правда, что, вот, проще, ясно, театр Российской Армии, самый большой театр в Европе? Да, самый большой, больше только Ласкало, он глубже на 5 метров. Ну, что нам Ласкало-то? Ну, у нас есть... Прокопать, кстати, можно раз на 5 метров глубже-то еще, можно. На самом деле, скажу, что у нас даже вход в метро свой есть. О, тихонечко. Тихонечко, да. Театр имеет даже танковый въезд, это так называется. Да, это не та история. Да, много лет назад, когда я только пришел в театр, а я еще служил солдатом, я сержант. Вот, я пришел, и у нас снималось, у нас же очень много снимается, у нас КВН снимается, у нас снимается много мероприятий. И как-то я зашел, а там просто вся сцена услана травой настоящей, стоит бронетранспортер, стоят немецкие настоящие мотоциклы. И, в общем, ну, танка только там не было. Я действительно очередной раз восхитился, потому что, ну, где еще так может быть? Одно дело красиво назвать год театра, другое дело представить публике что-то новое. Новое – это не всегда совсем что-то такое сверхъестественное. Это иногда хорошо забытое старое. Сегодня в Москве, в Московской области, в самых разных регионах страны ставится, ну, наверное, счет там на десятки тысяч всевозможных спектаклей. Вот как вы считаете, что сегодня интересуют зрители? Разные темы или какие-то конкретные? Мне кажется, зрители интересуют сейчас. Ну, вот я так раскрою немножко. Мы говорили сейчас немножко за кадром о том, что сейчас интересно, то, что нужно. И, кроме сейчас, на самом деле, ни в театре, ни в кино ничего нет. Ну, что такое кино, в принципе? В кино потеряла сейчас какую-то театральность. Оно такое очень бытовое, но это такая домашняя бытовитость, как это говорил Треплев, полезная, пригодная в домашнем применении. Ну, и то, что, в принципе, мы так по жизни-то не замечаем. Ну, мы, да, это не замечаем, и нам кажется, что это что-то, что мы вытаскиваем. Это как молодые артисты, которые приходят, вытаскивают из себя такую органику. Константин Райкин называет это «Почесалось почешу». Вот это «Почесалось почешу» у блогеров, у всех прочих есть. А что вы мне даете? С другой стороны, театр, который либо держится за прошлые традиции, но ничего не производит, и говорит, ну, сейчас, ну, вот, давайте попробуем нашу органику, выходит старик какой-то, да, уважаемый, выходит молодежь, и что происходит? Они борются на сцене, каждая там школа, время, а в результате общего процесса нет, потому что кино и театр, и любое искусство – это вместе. И действительно, большая, большая очень проблема в том, что, скажем так, кино надо обрести театральность и яркость, которая была, например, у Феллини, которая была у метров, которые не боялись вскакануть в подсознание человека, сказать, ну, что у него может быть, да? Да, и пленка какая-то другая была, другие были ощущения. Да, она это вот иногда неяркость и при этом яркое наполнение, или наоборот, какая-то такая была слишком маскарадность, при этом очень какое-то такое грустное внутреннее состояние. Ну, хорошо, у нас не так много времени, философия – это очень хорошо, мы можем философствовать долго, но в чем тогда проблема? На сегодняшний день существуют театральные вузы, не только в столичных городах, да, есть театральные вузы, там, ну, высшее учебное заведение, среднее учебное заведение, которое готовят актеров, которое готовят режиссеров, со сценаристами – это отдельный разговор, я тоже хочу вопрос вам один адресовать. Вот, значит, школы какие-то сохранились. Вопрос такой, вот вы говорите сейчас, сегодня, означает ли это, что мы немножко насытились традиционными школами, а новых школ не появляется, а должны ли они появляться? Есть Кирилл Серебренников, есть Богомолов, есть все то, что люди ругают, не приходя в эти театра. Это новая школа? Нет, я говорю, есть люди, которые ругают их, не приходя к ним, проблема в том, чтобы выйти в диалог, нужно хотя бы изучить и посмотреть. Я, например, на какие-то постановки того же Богомолова шел с предубеждением, но я готовился, я еще и режиссер, к тому же, да, я готовился ставить «Братьев Карамазовых», и, ну, вычитывал, смотрел, и когда я пришел и увидел то, что меня интересовало у него, вопрос не в форме, вопрос, сейчас все говорят, современный театр, бегают голые люди, что-то обмазывают себя чем-то, как-то там. Нет, если человек отвечает, хотя бы на два-три моих вопроса, то диалог состоялся у меня, как у зрителей с ним. А если я прихожу и мне, ну, вот я говорю, самое, ничего нового, вот кроме монолога Треплева, который написан, люди ходят, изображают, что носят пиджаки, из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем применении. Что это значит? Мы играем время, мы играем пиджаки, мы играем. Чехова нужно играть немножко, извиняюсь за жизнь, я такая размазня, Островского надо играть раскатиста, а Шекспира надо играть неистого. И вот мы в этих очень простых, примитивных каких-то клетках застряли. И вопрос не в том, что нужно Шекспира играть там голым или там скакать, не знаю, на коне и что-то там по сцене удивлять кого-то. Нет, просто надо подумать очередной раз, что меня в нем заставляет задуматься, что такое Евгений Онегин. Вот убили Пушкина, на мой взгляд, убили Пушкина в том смысле, что вот он превратился в автора для календарей «Мороз и солнце, день чудесный». А что за этим? Давайте не то, что убьем Пушкина, давайте, я думаю, Пушкин сам бы убил того Пушкина, которого мы знаем. Но тут еще другая проблема, что «Мороз и солнце, день чудесный», но кто-то еще вспомнит вторую строчку, а на третью уже все. А возвращаясь к таким именам, как Богомолов и Серебренников, тут готов вступить даже не в спор, а в дискуссию. С Богомоловым общался, было большое интервью на заре, как говорится, года три назад мы общались. Бывал на спектаклях, был на спектаклях в Гоголе, в Гоголь-центр, в Гоголь-центр, и что мне показалось, мне показалось, что вот есть иногда какая-то такая задача вот удивить. Да, говорят, что одна известная певица, когда ее приглашают сейчас где-нибудь выступить, ну обычно как про гонорар идет разговор, она говорит «удивите меня». Вот есть такое ощущение, что нужно удивить. У меня был период, когда в течение месяца я посетил три театра, не будем их называть, и во всех трех театрах почему-то люди решили лить воду. Вы давали на первом, второй, третий ряд даже специальное устройство для того, чтобы люди могли, значит, плетиленовые пакеты. И это было воды столько много, и это вызывало у меня какой-то внутренний смех, потому что такое ощущение, что был какой-то сговор по поводу того, что давайте мы будем лить воду. Значит, там утиная охота, значит, обязательно должна быть вода, люди должны ходить в сапогах, этими ногами, значит, в воду идут. Я за этим слежу. Я не слежу за событиями, которые происходят. Поэтому, как мне кажется, это мой, да, такой дискуссия, дискуссионный такой пост в этом разговоре, что, с одной стороны, я абсолютно с вами согласен, вот этот драматизм и эта традиционная школа, которая, наверное, на каком-то этапе пошатнулась, она какая-то наигранная. И когда кто-то говорит, так хочется посмотреть традиционный драматический спектакль, но их нет, потому что они все ненастоящие, они все действительно как вот срисованные откуда-то. С другой стороны, давайте-ка посмотрим что-нибудь такое постмодернистское, что-нибудь нестандартное, что-нибудь оригинальное, может, там, мата немножко, еще что-то такое. Ты приходишь туда, и ты пытаешься в этот смысл войти, но он тонет за вот этими какими-то непонятными обозначениями, как будто тебе пытаются вот прямо взять за шкирку, да, и головой. Вот посмотри, вот это мы имеем в виду вот это, а это мы имеем в виду вот это и это. При этом, опять же, существуют еще театры, я думаю, вы прекрасно знаете, у каждого большого театра, и даже у маленького театра, у театров студий, есть маленькие залы. Ну, там человек на 50, на 100. И там частенько бывают очень интересные спектакли, которые боятся почему-то вытягивать на большую сцену, потому что, видимо, не соберут, потому что нет вот этого вот. И вот эти маленькие спектакли, они, на мой взгляд, еще пытаются донести какую-то вот человеческую мысль. Ну, это на моем мнении. Согласен, абсолютно. Согласен. Ну, вот у меня я работаю и в самом большом, как вы сказали, театре в Евроке, и работал много на залы, которых там иногда было и по 20. Вот прям вместимость, вместительность зала. Но и на 50. И много работал, например, лет в Международной Чеховской лаборатории, где переиграл всего Чехова. Это большие роли, это три сестры Прозоров, это Треплев, это там Петя Трофимов, да, с огромными монологами. Жизнодолазь. Да, 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 все это пройдено и сыграно. И действительно, я могу сказать, что важно качество. Но прежде всего смысл. И теперь я вот крючком подцеплюсь к тому, с чего начали, и про того же Кирилла Серебренникова. Ну, как бы, главное, это действительно смысл. Ну, если мы будем с вами очень красивыми даже словами разговаривать, но без смысла, ну, как-то люди скажут, что... Да не то, что не поймут, понимать будет нечего. Нет, они могут, конечно, сказать, боже мой, как здорово люди говорят, ничего не понятно, но красиво. Ну, как бы, понимая, да. И вот, как, собственно, появилась абстракция в искусстве, да, как появились художники, да, как появился пуантилизм, я не знаю, ну, и очень много течений. Человек для себя, изображая человека или природу, в какой-то момент понял, что мне мало этих средств. Он сказал, ну, хорошо, этот стакан очень похож, рефлексы вокруг него живые, у меня все настоящее. Масло превращается в настоящее стекло на моих глазах, что дальше? Ну, хорошо, ну, мы будем это изображать. И вдруг появляется атом, и вдруг появляется молекула, и вдруг появляется что-то, что мы не можем понять, как мне изобразить атом. Вот замечательно у моего педагога, критика, собственно, муж-физик, он пришел к коллегу Павловичу Табакову в спектакль, где он играл физика и химика, там они что-то спорили. Вот он сказал, ну, вот понимаешь, атом, ну, вот этот атом, он вот так вот. И этот человек говорит, а почему же он изображает атом вот так? Ну, почему не так? Никакая такая столичка решетка, не вот так, ну, не может быть он таким, что это за атом? И вот я возвращаюсь к смыслам. Человек стал искать глубже. Он стал изображать смыслы какими-то пятнами света, какими-то и гротесковыми формами. То есть творческая наука как бы. Творческая наука пошла. Как пойти глубже? Он стал разрывать клише, появился Кандинский. Сколько бы ни говорили, там, я не люблю Черный квадрат, я люблю Черный квадрат. Но по большому счету, очень большой прорыв в начале прошлого века случился благодаря тому, что наши ребята стали вот такие формы придумывать. И нас там, в принципе, в первую очередь знают не из-за Иванова, не из-за Брюлова, а из-за Кандинского. И, ну, да, что там говорить из-за таких ребят. Я думаю, вот сейчас мы здесь сделаем небольшую паузу, потому что, на мой взгляд, это интересный разговор. Потому что сейчас нам Александр Аргас попытается дать понять, что не стоит театр на месте. И, возможно, нам тоже нужно как-то меняться, я имею в виду, зрителям. А мы сделаем с вами небольшую паузу. Вы смотрите программу «Открытый диалог». Напомню, что вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы говорим о годе театра в России. И даже не столько о самом этом событии. У нас, как, знаете, принято каждый год. Мы, ну, больше, что ли, внимания уделяем тому или иному виду искусства, профессиям, направлениям. На этот раз был выбран театральный вектор. И прежде чем мы продолжим с актером Центрального академического театра Российской армии Александром Аргасом разговор о театральной науке, как мы вот такой термин сейчас придумали, я вот что еще хотел спросить. А почему именно решили год театра в России назвать? Ну, год кино, понятно, там, год, я не знаю, ребенка был когда-то. Почему год театра именно сейчас? Вы знаете, если бы кто-то знал, как эти гранты формируются в нашей стране. То есть кто-то пришел и продавил, на ваш взгляд? Я думаю, что они просто подумали, а на какую букву мы еще год не проводили в нашей стране. То есть год Министерства культуры. Да, давайте немножко культуре отдадим должное. При том, что все гранты сейчас уже поделены и все уже... Ну, то есть правильно я понимаю, что вот год театр в России, то есть театрам даются какие-то, возможно, как не всем, но какие-то деньги на постановки, субсидии. Ну, какие-то субсидии и возможности, да, 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 да. А зрителям есть какие-то субсидии, чтобы они, например, пришли на спектакль не за, ну, условные, там, 2000 рублей, а за 1000 рублей? Что-нибудь слышали? Когда будет год зрителя, я думаю, обязательно надо. А, год зрителя, театрального зрителя. Театрального зрителя, да. Ну, хорошо, вернемся к театральной науке. В первой части мы говорили о том, что существуют сегодня спектакли или театры, которые стоят вроде бы по школам традиционным, но как-то в этом нет человеческой души, как мы немножко выяснили и согласились в этом. С другой стороны, наша часто человеческая душа не принимает какие-то новые формы, возможно, новые школы и так далее. Вы считаете, что искусство в данном случае идет за наукой? Наука – это, ну, в глобальном смысле. Как вы считаете, но придаст ли это этим постановкам то, чего сейчас не хватает человеку? Ему всегда этого не хватает. Любви настоящей, счастья, ощущение холода, ощущение тепла, ощущение страха, ощущение радости. Вот такие простые слова, которые сегодня мы теряем в сети интернет, мы теряем это во всевозможных кинозалах, смотря непонятно что, и все это не по-настоящему. Вот эти новые формы вернут зрителю эти ощущения или нет? Я в прошлой части говорил о том, что человек стал понимать, что нужно глубже, нужно как-то проще, нужно сложнее, нужно замешивать разные ингредиенты. И дальше случается ужасное. Он вроде бы понимает, что стабильно вот эту форму можно приготовить такими-то способами. Ну, оно дальше не идет никуда. То есть, грубо говоря, я вышел один раз, подскользнулся, зритель засмеялся. Сколько раз мне нужно на каждом спектакле ни одного номинования, в скольких разных произведениях мне упасть, чтобы зритель стабильно смеялся. Но он же, в конце концов, не дурак. А человек, найдя этот ход, начинает падать везде. Как вы говорили, поливать водой друг другу, начинает драться, начинает эпатировать. И думает, а что-то у меня происходит. Ну, как же это идет, да? Да. И в результате у меня, у которого один раз, ну, как-то пронесло, получилось, вдохновение сошло, зритель совпал, я начинаю использовать каждый раз одни и те же приемы, десятками лет. И что там говорить, голые на сцену выходили всегда. Давайте вспомним Древнюю Грецию, вообще античный театр. Никого это тогда, кстати, не эпатировало. Скорее, одетый человек, наверное, при 45-градусной этой жаре. Мог быть, как-то человеку успеет испугать. Так вот, режиссеры начинают нажимать на такие уже давно продавленные кнопки. Я не говорю, что нужно искать что-то совсем глубокое, да? Но когда они начинают врать себе, прежде всего, и врать зрителю, зритель не понимает. Он говорит, я вижу ярко, я вижу много, я вижу громко, я не понимаю, почему меня это не трогает. Но не заходит. Не заходит. А потому что каждый раз, ну, вот я, например, педагог по мастерству, я очень много веду занятий. Ну, то есть я ушел в практику такую вот, ни часа, ни дня без занятий. Сегодня было там, ну, мы начинаем каждое занятие с такой медитации, самой простой. Я люблю, я боюсь, я хочу. Точно. Если бы мы с вами сейчас сели и сказали, чего я люблю, я боюсь, я хочу, вот так вот передавая какой-то предмет друг другу, мы бы, во-первых, узнали бы много нового друг о друге, мы бы узнали друг друга, и со зрителями был бы диалог, даже если бы мы с ним не говорили. Вы знаете, мне кажется, что это, я это называю для себя эффект современного помидора. То есть вот придя в любой супермаркет, да, ну, даже летом, когда вроде бы помидор должен быть настоящий, сочный, вкусный, у него должна быть такая, я когда-то выращивал помидор, я знаю, должен быть сахарный, и попка такая немножко должна быть подгнившая, такая немножко на солнце. А приходя в любой магазин, супермаркет, на рынок, мы покупаем пластмассовые помидоры. Убеждаем себя в том, что это очень вкусный, сочный помидор. Потому что кто-то из нас еще помнит, как этот помидор должен, в общем-то, вкус этого помидора. Таких продуктов очень много. И вот эта вот пластмассовая жизнь, начиная с пластмассовой еды, оказалось бы, это то, что делает из нас, там, здоровее нас, или наоборот, хуже. В этом начинаем врать и принимать это, да? Мы же не отказываемся от покупки этих овощей и фруктов. Потом начинаются человеческие отношения, где мы тоже поднаторели. И многие люди парадоксальным образом проживают жизнь, там, до золотой свадьбы с человеком, которого они не то чтобы ненавидят, но относятся к нему совсем не с теми чувствами, которые приходится показывать чуть ли не каждый день. И вот эта вот ненастоящесть человеческая, она, возможно, и дублируется некоторыми театральными и кинопостановками, потому что им кажется, что вот так и должно быть. То есть миллионер должен быть таким, бомж должен быть таким, этот человек должен быть таким, военный должен быть таким, полицейский таким. И в итоге получается, что человеку очень трудно даже себе задавать вопросы. А я вообще нормально живу? А я вообще нормально что-то делаю? А я правильно вот сейчас позвонил и поступил? А почему я не пошел с ней навстречу? Или почему я вообще с ней... Я же терпеть уже ее не могу. Чего я с ней встречаюсь? Не жизнь ли заставляет жить людей такой жизнью? А люди заставляют? Люди ходят на такие концерты, к таким исполнителям, ходят в такие театры. Некоторые, ну вот я, например, как артист сталкиваюсь с этим. Да, есть некоторые клише. Ой, ты артист, а поплачь, а посмеюсь. Ну да, да, да. И точно так же люди, приходя в театры, ждут, что им покажут некоторый набор каких-то эмоций. Если не поплакала актриса, значит, что-то она, ну как-то не доиграла. Не умеет плакать, не нучили, лук не показали ей. Да, 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 да. И человек, как скажем, ну тоже как зритель не развивается. Потому что зритель голосует рублем. Ради бога, не приходите, если вас это не интересует. Байкотируйте. Не покупайте билеты на этих певиц, которые, ну вот... Ну зритель же не знает, мало того, если он... С певицами это вообще, да, отдельная история. Год театра не хотелось бы об этом говорить, но одна только реплика. Мы же прекрасно понимаем, что некоторые певицы у нас с фонограммами 89-го года поют. И люди идут навстречу с 89-м годом. Потому что тогда была первая любовь, первое ощущение, и была вот эта вот певица. А, как вы правильно сказали, наука сейчас может многое, и можно так эту певицу обрезать, что она будет практически как в 89-м году. А они за горами у нас еще, я думаю, в ближайшие годы, там, пятилетия точно, когда мертвые певцы и певицы будут петь, как ни в чем не бывало. Вот эти проекции и так далее. Интернет, он не стоит... И даже не интернет, что-то другое будет. Тут еще один такой момент. Может быть, возвращаясь к театральной постановке, к режиссуре и так далее, ведь вы, наверное, тоже сталкивались и как актер, и как режиссер, когда прогоняешь спектакль, да, если, например, режиссер позволяет что-то вставлять актерам, придумывать по ходу, это часто бывает, и вот вдруг место, ну, совершенно смешное, например, получается. Даже если это не комедия, а лучше там драма такая, где обязательно немножко должно быть такого юмора, чтобы, ну, отпустил и опять подобраться. И ты понимаешь, вот так, и в зале сидишь, ждешь, ну, вот сейчас будет этот момент, вот-вот-вот-вот, сейчас-вот-вот, сейчас-вот-вот, сейчас-вот, и тишина. И вдруг они начинают аплодировать где-то совсем в другом месте, где вы и не планировали. О чем я говорю? Может быть, потому что режиссеры иногда кажутся, что они умнее, чем зритель? Если человек один с другим говорит как с идиотом, или хотя бы предполагает, что тот идиот, диалога у них не получится. Ну, people have it, это знаменито. Хава. Этого не может быть, но сейчас, опять-таки, мы живем, вот говорят, самое страшное, что можно пожелать, это жить в эпоху перемен. А давайте, может быть, полюбим нашу эпоху перемен, потому что она нам дана, да, и вот мы в ней живем, и мы потратим время, да, на то, что будем его просто ругать. Мы сейчас действительно, разлом происходит у театра, у искусства, у всего, что происходит, вот то, что мы видим каждый день. И если говорить о том, что мы вот ждем, чтобы смеялись здесь, значит, мы говорим, ну, я настолько примитивно знаю, что с ним делать, да. Это как женщины с усеченной какой-то, или самой древнейшей профессией, которые громко смеются, раскатистые, и думают, что... Да, будет чуть дороже за это. Да, но нет, то есть, грубо говоря, а потом еще девочки, девушки, которые думают, он так интересно пошутил, ха-ха-ха-ха-ха, а потом думают, а что же за идиот, с кем же я встречаюсь, с кем же я живу. Вы знаете, как... Клише. Клише еще такое, когда актер в каком-нибудь зале, хорошем таком, видно, что наработано вот сейчас, и он что-то такое выдает, и он прямо уже знает, что сейчас даже надо сделать паузу, потому что будут аплодисменты, и вдруг кто-то где-то, ну, а люди, ну, чего ж хлопать-то? И начинает хлопать такой эффект, когда, да, носороги знаменитые начинаются, то есть превращаются, и все хлопают, хотя они совершенно не собирались этого делать. А что хорошего на сегодняшний день? Какие возможности появились у режиссеров и актеров, несмотря на вот вечную проблематику, как ставить, что ставить, где ставить? Что-то такое совершенно новое в этом году появилось, как вы считаете, в искусстве, в людях, в актерах, в режиссерах? Представьте, например, да, такое место, как, я не знаю, какой-то стадион. И вот расчертить его и дать молодым режиссерам, скажем так, вот каждым... Действуйте. Действуйте 50 метров. Можно сказать, ну, а куда это пойдет? Владимир Михайлович Зельдин, с которым я имел счастье работать больше 10 лет, да, скажем так, ну, до самого конца, мы же. Играя в спектакли и выходили каждый день. Он говорил, культура, культура прежде всего, говорил он после каждого спектакля. Потому что зритель должен видеть актера. Зритель – это как воздух для птицы. Ну и последнее, про Центральный академический театр Российской армии. Скажите, а правда, что говорят, что он в каком-то таком месте стоит, как какой-то там, то ли болот там какой-то был, какое-то таинственное такое место, что какие-то там бесовские какие-то вещи, тем более театр и так далее. Может, сценарий написать про это какой-то? Я как человек, который, ну, будучи солдатом, год провел во всех помещениях этого театра, и ночами, и днями, и все такое, я могу сказать, что наш театр стоит на излучине, на месте кладбища. За нашим театром родился Достоевский. Это была богадельня, дом для нищих. И вот хоронили как раз на месте нашего кладбища. Болото – да, потому что хоронили самых бедных. Вообще, Марина роща, которая идет выше, это Москва на семи холмах, на семи кладбищах, на самом деле, потому что вешеные воды сходили. Ну, логично. Перед театром была река, которую закрыли, а поскольку театр стали строить, и были замечательные, лучшие архитекторы стали наброшены, то театр стал медленно уходить под землю. И тогда вот беспрецедентная акция, сейчас, кстати, Храм Христа Спасителя этим уже воспользовался, была сделана бетонная пробка, на котором стоит наш театр. То есть можно часами рассказывать, представлять такое место. Вот обратите внимание, это сценарий, а мы с вами знаем, что проблема в сценариях, особенно в кино, существует. Понимаете, режиссер есть, актеры есть, сценаристов нет. Но вот надо написать такой сценарий, и мне кажется, что получится хорошая пьеса. Тем более, что актеры, что-то такое все непонятное. Тем более, в год театра в России можно успеть получить какой-нибудь грант. Будем думать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вас, всех ваших коллег, с годом театра. Это был актер Центрального академического театра Российской армии Александр Аргос. Программа «Открытый диалог». Велая Николая Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова